Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В погоде за призовым фондом – 24 тысячи евро. Почти 180 километров крутя педали уже преодолели участники велогонки Гран-при Сочи. На прошедшем в режиме видеоселектора Совете Безопасности губернатор Кубани Александр Ткачев озвучил, что ежегодно 1 миллиард рублей будет направляться на развитие системы «Безопасный город» в городах и районах Кубани. Также были озвучены требования к ответственности глав муниципалитетов и начальников местных отделов полиции районов и городов Краснодарского края в развитии этой системы. Подробности в сюжете. Как подчеркнул глава края, средства будут выделяться муниципалитетам строго на условиях софинансирования. Причем край берет на себя большую часть расходов по развитию многофункциональных комплексов видеонаблюдения, а это порядка 70%. И как результат, повышение требований к соблюдению законов и правил неизбежно приведет к изменению самого общества в сторону высокой гражданской ответственности. Кубань завершает подготовку к Олимпиаде. Половина выделенных средств пойдет на решение вопроса безопасности Олимпийского Сочи. Там будет современная техническая система безопасности, соответствующая всем европейским стандартам. И это станет той планкой, которой за несколько лет нужно подтянуть все города и районы Кубани. Для этого в регионе разработают специальную целевую программу. Еще раз обращаю к главу администрации, к начальникам полиции прежде всего, потому что вы в первую очередь заинтересованы в работе этой системы. Не говоря уже о ФСБ, других служб, МЧС, коммунальных. Мы все заинтересованы в работе системы безопасного города, безопасного края. И тратим на это серьезные деньги. Поэтому тут должна быть и серьезная отдача. Также особую роль в обеспечении безопасности и правопорядка сегодня играют и казачьи дружины, которые ежедневно патрулируют улицы, парки и вокзалы курорта. Мы тратим 14 миллионов 300 тысяч вновь из расходуемых средств на новую программу по привлечению казаков к охране общественного порядка. За эти деньги я спрошу по полной программе. С 1 мая они приступают уже, еще 40 человек. То есть задание губернатора выполнено. Но я не об этом речь веду. Сегодня мне непонятна сама структура, кто за что отвечает. Мэр Анапы Сергей Сергеев намерен в сжатые сроки выполнить поручения губернатора Кубани и усилить систему безопасности на курорте, особенно в преддверии грядущего курортного сезона. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Сегодня состоялась внеочередная 48-я сессия Совета муниципального образования город-курорт Анапа. Какие вопросы, не требующие отлагательства, рассмотрели депутаты? Сейчас узнаем. В работе сессии принял участие мэр Анапы Сергей Сергеев. Депутаты рассмотрели два вопроса. Первый – об изменениях в структуре администрации. По заместителям главы муниципального образования. Изменить численность заместителей, сократить должность одного заместителя. В штате администрации оставить одного первого заместителя и всем заместителям главы муниципального образования город-курорт Анапа. Подразделения, курирующие вопросы имущественных отношений, архитектура и градостроительства, земельного контроля и правового обеспечения в одном блоке под кратерством первого заместителя главы. Вопросы финансирования, расчетов, экономики и инвестиций, а также вопросы размещения муниципальных заказов размещены в блоке заместителя главы муниципального образования города-курорт Анапа. Переименованы три отдела и одно управление. Администрации сельских округов и управление сельского хозяйства объединены под одного из заместителей главы. По второму вопросу доложила начальник управления имущественных отношений Ольга Аксенова. Отрадная новость для владельцев земельных участков, дачных, садоводческих и огороднических объединений. Изменения внесены по многочисленным обращениям и жалобам граждан. Земельный налог вместо 0,3 для дачных, садоводческих и огороднических объединений будет составлять 0,22 от кадастровой стоимости. Причем изменения действительно с 1 января 2012 года. То есть оплата земельного налога за прошлый год будет взиматься уже по новой уменьшенной ставке. Решение по обоим вопросам депутаты приняли единогласно. Лариса Басов, Андрей Страдубцев, Анапа-Регион. Неприятная новость пришла из региональной энергетической комиссии Департамента цены тарифов Краснодарского края. Утвержден новый тариф на перевозку пассажиров общественным транспортом на городских маршрутах Анапы. На курорте установлен единый предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом на городских маршрутах Анапы в размере 11 рублей за проезд одного пассажира. Приказ вступит в силу с 8 апреля 2013 года. До 8 апреля стоимость проезда 8 рублей на городских маршрутах Анапы сохранится. В администрации Краснодарского края прошло очередное заседание антинаркотической краевой комиссии в режиме видеоконференции, которую провел вице-губернатор Кубани Николай Далуда. Речь шла о проблемах антинаркотической работы в муниципальных образованиях края. Ситуация в крае по профилактике наркомании, а именно адресная работа участковых инспекторов и профилактическая работа антинаркотических комиссий на местах слабая, отметил заместитель главы администрации Краснодарского края Николай Далуда. Повысилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. По итогам прошлого года, большее число нарушений, связанных с оборотом наркотиков, и их употреблением отмечено в Кущевском, Брюховецком, Отрадненском, Ленинградском, Абинском, Староминском и Тбилисском районах. Вице-губернатор дал поручение главам муниципальных образований проанализировать сложившуюся ситуацию и принять меры пресечения. Так, за 2012 год 60% преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств было совершено лицами ранее судимыми. Профилактическая работа антинаркотической комиссии, все, кто входит в антинаркотическую комиссию, на места очень и очень слабые. Значит, это значит, что с лицами от бывшего наказания зачастую вообще не проводится никакая профилактическая работа. Ведь именно за счет этой группы лиц не снижается уровень преступности, связанный с незнакомым оборотом наркотиков. Повысилась преступность и в молодежной среде. Для ее снижения в учебных заведениях подросткам необходимо больше рассказывать не только о пагубном воздействии наркотических средств на организм, но и разъяснять правовую ответственность. Общеобразовательные учреждения, дома культуры и молодежные клубы должны больше вовлекать подростков в активную деятельность, в творчество, спорт, туризм. Главное вести профилактическую работу на деле, а не на бумаге, подчеркнул вице-губернатор. И в завершение новости спорта. Сегодня Анапа вновь приняла участников традиционной велогонки Гран-при Сочи. Первый этап в 180 километров все участники преодолели успешно. Сильный ветер значительно осложнил задачу спортсменам. Но до финиша, который по традиции обустроен на улице Горького, перед администрацией добрались все. Подробности в сюжете Ларисы Басовой. В ожидании велогонщиков страсти кипели на импровизированных трибунах вдоль улицы Горького. Спортсменам предстояло преодолеть нелегкий путь из Краснодара до Анапы. Встречный ветер мешал основательно. Но вот в остальном все окей, говорит главный судья из Амстердама Эрвин Кистемакер. Нам мешал очень сильный ветер, но в целом погода отличная. И водители на трассах понимающие. Организованы соревнования отлично. В этом году стартовали 132 участника в 23 командах. Из Германии, Греции, Латвии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Россию представляют 11 команд. Первыми финишировали два представителя украинских команд. Виталий Попко из Донбасса и Виталий Буц. Третьим пришел спортсмен из Латвии. В церемонии награждения Виталий Буц поднимался на пьедестал почета трижды. Как серебряный призер первого этапа, первым он пересек границу Крымска и получил приз как лучший горный велогонщик. Мы готовились очень серьезно к этой многодневке в Крыму, в Украине, в городе Ялте. Но три месяца были на сборах. И вот после таких сборов серьезных, серьезной подготовки мы приехали сюда на данный момент. Хорошо себя чувствуем, наша команда. В дальнейшем посмотрим, как она будет. А золотой призер настроен на победу в целом. Довести майку до конца. Всего же спортсменам предстоит преодолеть пять этапов. Сложные горные трассы, Орленок-Геленджик, Туапсе-Краснодар. И настоящая гонка впереди. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-Регион. Далее прогноз погоды на завтрашний день. И блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. С четверть-четвертого апреля в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем 17-19 градусов выше нуля, ночью до плюс 14. Ветер восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте около плюс 10 градусов по Цельсию. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.